Да я такая что ли страшная? Боже мой, это что у меня такие морщины? Ой, прощи, пигментация. Как интересно. Господи, морщин-то сколько. Я это видео обязательно удалю, потому что это невозможно. Я не такая. У вас такое бывало? Наверняка. Мы смотрим на себя в зеркало, и нам кажется, что мы в общем-то ничего. И кожа у нас такая хорошая, и морщины не видны. Но стоит сделать фотографию, смотрим на себя на фото или на видео, и просто хочется удалить это от фотографии и сказать, это не я, я не такая. На самом деле так оно и есть. Дело в том, что когда мы смотрим на себя в зеркало, мы привыкаем к этому отражению зеркальному. Мы видим не так, как видят нас люди. И когда мы привыкаем к одному изображению в зеркале и смотрим потом на себя на фото или на видео, а мы не привыклись на себя смотреть на фото, на видео, то кажется, что это вообще какой-то другой человек. Если раньше все делали фотографию на камеру с пленкой, то сейчас у нас у всех цифровая камера. А что делает цифровая камера? Вот попробуйте сфотографировать муху или, я не знаю, ваше животное, или просто цветы, лепестки. Можно увидеть по лепесткам, как каждая там, не знаю, прожилочка видна. Или если сфотографировать какое-то насекомое, хорошие камеры, современные, которые у нас у всех в руках, то можно разглядеть просто детально то, что мы не можем увидеть, вот так глядя на этот предмет. Поэтому очень важно понимать, что то, что мы видим на фото или на видео, и то, что мы привыкли видеть из зеркала, это как будто вообще просто два разных полюса. И на самом деле человеческий глаз не может рассмотреть так, как рассматривает камера. То есть для этого нам нужно реально увеличительное стекло, чтобы рассмотреть эту деталь нашего лица. И когда мы смотрим через увеличительное стекло, то там что происходит? Мы как раз видим, ой, у меня оказывается тут и веснушка, а вот тут вот у меня там поры, которые можно посчитать, еще каждое название дать. Понимаете? То есть вот здесь вот есть некий такой подвох в том, что камера вот так вот детализирует наше лицо, а в зеркало, а если еще и зрение немножко упало, увеличился плюс, да, и мы тогда вообще видим как бы с легким фотошопом. И привыкаем, что у нас все хорошо. И тут вы пришли на вечеринку, сфотографировали вас, и вы видите, что вы выглядите не так, как хотелось бы, что эта фотография безобразная, что вы себя так не воспринимаете. Сюда же еще накладывается то, что когда мы смотрим все на видео, мы можем увидеть наши какие-то вот эти невербальные действия, которые могут тоже повернуть в шок. А я что, так стою? А я что, так говорю? А я так двигаюсь? И я уверена, многие из вас, видя фото или видео, сразу стараются их удалить и даже не фотографироваться, потому что очень тяжело принять себя вот такую, которую я не знаю. Я не знаю, кто эта женщина на фото. От этого есть полное разочарование. То, что вы на себя посмотрели, оказывается, у вас вот такой нос, вот такие глаза или морщины, или второй подбородок, то руки опускаются, и как будто бы уже не хочется фотографироваться, чтобы не видеть эту реальность. На самом деле мы себя немного приукрашиваем, когда мы видим себя в зеркале. И как это получается? А получается так, что если более-менее хороший свет, вы привыкаете к этому отражению, и всё остальное идёт как искажение вот этой картинки, которую вы привыкли видеть. Что делать в этом случае? Нужно почаще себя фотографировать. Надо действительно привыкнуть к тому, что я такая. И это действительно я. Потому что я себя могу увидеть только на фото и на видео. И каждый человек только на фото и на видео. А люди-то нас видят совсем по-другому. Они как раз нас видят со всех ракурсов. Поэтому они привыкли, что вот мы такие. Теперь осталось привыкнуть нам к себе. Соответственно, домашнее задание девушки. Попробуйте пофотографировать себя при разном освещении. И потанцуйте самостоятельно перед камерой, пока никого в квартире нет. Поставьте её на удобное место и подвигайтесь. Посмотрите разные ракурсы, как вы разговариваете, поговорите. Это же никто не увидит, только вы. И таким образом вы сможете разглядеть свои плюсы, что очень важно. И потом, когда вы будете фотографироваться или сниматься на камеру, вы уже будете знать, каким боком встать, как говорить, как улыбаться, как держать голову. И вы привыкнете к этому, и у вас всегда будут хорошие фотографии и видео. Конечно, всегда приходится фильтровать. Не без этого. Почему? Учитывая, что сейчас все фотографируются на камеру цифровую, соответственно, мы можем что? Сделать миллион фотографий и выбрать одну единственную, которая более-менее соответствует тому, что я привыкла видеть зеркало. Или раньше, как делали, фотографировались на плёнку, а чтобы сфотографировать на плёнку, а ты же сразу не можешь посмотреть, какой будет результат. Поэтому, как мы фотографировались, вот таким образом. Так, встали, голову немножечко вот сюда. То же самое сейчас происходит на паспорт. Глаза опустите, подбородок ниже, лицо там вперёд, назад, сюда, наклон немножко. Улыбнитесь, много, мало. И мы застываем вот в этой статичной фотографии, ждём, когда вылетит птичка, замираем, и вылетает птичка, и вот какой кадр получился, такой получился. Ну, максимум сделаю там 2-3. И потом уже это не исправить, то есть это нужно опять фотосессию делать. А сейчас что? Сейчас совсем по-другому. Но вот эта чувствительность современной камеры, она, конечно, вот нас расстраивает тем, что видно вообще вплоть, я не знаю, до слоя дермы. Поэтому наша задача, что просто к этому привыкнуть. По-другому никак. Если вы не будете себя фотографировать, не будете за собой наблюдать, а вы не будете тогда знать, какие у вас лучшие стороны, и что тогда с этим делать, понимаете? Поэтому не боимся, берём камеру. Как фотографироваться? Вы когда берёте камеру, старайтесь вытянуть её на расстояние вытянутой руки, чтобы рука была прямая. Этот ракурс, точнее, вот это расстояние от камеры, оно для селфи самое удачное. Когда вы фотографируетесь, старайтесь выбрать свет, который идёт на лицо. Если у вас единственный источник света, это лампа на потолке, то тогда вы лицо поднимаете к этому свету, поднимаете руку и фотографируетесь. И вот попробуйте, сфотографируйтесь около окна, лицо к свету, подойдите ещё в какие-то зоны вашей квартиры, где можно сделать фото. Потом обязательно сделайте видео и покрутитесь, посмотрите, какая у вас осанка, что нужно исправить, какая у вас фигура, как вы смотритесь в этом или в этом наряде. Поверьте, вы привыкните. У вас наверняка будет желание что-то изменить. Например, ой, надо живот втягивать, или ой, надо плечи расправлять. И это будет очень полезно. Возможно, у вас появится желание пойти на танцы, пойти в спортзал. Если вы занимаетесь, то обратите внимание вот на эти части своего тела. В общем, это к развитию и познанию себя. Поэтому эта практика очень нужна в жизни. Сделайте макияж и посмотрите. Симметрично, асимметрично. Потому что как раз на фотографии очень хорошо видно асимметрию. Когда вы делаете макияж в зеркало, вам может казаться, что вы 100% все сделали ровно. Стоит сделать фото как на паспорт, но только чтобы освещение было прямо на лицо. Вы сразу увидите, что у вас лицо вот такое. И это норма. Понятно, что есть асимметрия ярко выраженная. Ее можно корректировать с помощью макияжа укладки. Но если вы видите асимметрию, которая незначительная, которая только на фотографии проявляется, в этом случае вы можете быть абсолютно спокойны. Это норма. У нас правая половинка считается папина, а левая мамина. Вот попробуйте даже на компьютере, соедините две правых и две левых половинки. И вы увидите, что это будет три разных человека. Первая фотография – это ваше настоящее. Потом две правых и две левых. Это будет три разных человека. Самое интересное, что там, где будут две левые половинки соединены, вы будете похожи больше на маму. А там, где две правых, то вы будете похожи больше на папу. Как вы думаете-то, почему столько много фотошопа? Это именно как раз из-за того, что цифровая камера вытаскивает все нюансы. Бывают еще в камере настройки, которые можно настроить так, чтобы вы себе нравились. И когда говорят, вот, фотошоп, фотошоп. Фотошоп в некоторых случаях может приблизить фотографию к той реальной картинке, которую видит человеческий глаз, и то, что вы видите в зеркало. Поэтому не всегда фотошоп – это плохо. Другое дело, когда фотошоп используется в таком количестве, что замыливается абсолютно все, и человек становится абсолютно без рельефа, лицо смотрится плоским. Что в итоге, если смотреть на себя реальную и на фотошопе, есть другая, кстати, проблема, что некоторые как раз привыкают к этой картинке в фотошопе и абсолютно не воспринимают себя реально. Поэтому наша задача – соединить то, что мы видим в зеркале, и чтобы также было на фотографии. Поэтому если у вас камера такая гиперчувствительная, и вы видите просто каждый свой изъян, и если вы сделаете в фоторедакторе небольшой блюр, кстати, блюр, что такое? Это как бы такое замыливание, то есть размытие картинки. И в декоративной косметике тоже есть такие средства. Это база с эффектом блюра, это пудра с эффектом блюра, которая как раз создает эффект затирки. Пудра блюр, которая затирает поры. База блюр или матирующая база затирает поры, как в фотошопе. А почему появилась такая косметика? Она появилась как раз потому, что появились вот такие камеры, очень чувствительные, которые вытаскивают все детали нашей кожи. Поэтому декоративная косметика служит таким небольшим как фильтром, для того, чтобы сгладить на фотографии кожу. И этот приемчик, он работает как на фото и видео, но также здорово, он работает и в жизни. Поэтому выбирая грамотно декоративную косметику, можно и в жизни создать эффект фотошопа. Но при этом кожа будет смотреться очень натуральной. Самое главное не расстраиваться по поводу своих возрастных изменений, изменений кожи, о том, что мы как будто через лупу видим свое лицо. Нужно отнестись к этому спокойно. А как это сделать? Только практика. Чем больше вы будете смотреть на себя на фотографиях, на видео, тем быстрее вы привыкнете, и у вас не будет шока от того, какая вы. Вы будете понимать, да, я такая, да, у меня вот здесь вот висит, а здесь у меня хорошо, а здесь у меня вот так, а здесь вот так. Но я понимаю, как это корректировать. И когда вы понимаете, где есть какая-то особенность и как ее скорректировать, вот оно счастье. Вы не будете паниковать по поводу своих изменений внешних. И на фотографиях, и на видео вы будете всегда выглядеть великолепно. Дорогие девушки, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, переходите в телеграм-канал. У меня там тоже очень много интересных советов, видео по макияжу, по красоте, по омолаживающим макияжам. Буду рада вас видеть. Спасибо за внимание и до новых встреч.